Пять крупных предприятий Самарской области примут участие в строительстве завода на Ямале в рамках реализации амбициозного проекта. Соглашение с Новотек. Сегодня подписали РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш», «Электрощит», «Кроноинженеринг» и «Ладофлект». Новые заказы и дополнительные инвестиции. Что еще даст региону это сотрудничество? Виталий Портнов подробнее. Ямал-СПГ – это самый крупный на данный момент инвестиционный проект по добыче природного газа. 19 кустовых площадок, бурение 208 скважин. Из них 57 уже готовы к эксплуатации. Голубое топливо, добываемое на месторождении, будет поставляться на международный рынок в жидком виде. Для этого специально будет построен завод. Старт производства с мощностью ежегодно по 16,5 миллионов тонн намечен на 2017 год. После чего начнется строительство второго завода. И как раз здесь рассчитывают на самарские предприятия. Мы прорабатывали очень тщательно. Вопросы, связанные с тем, что мы и Самарская область может сделать для того, чтобы этот огромный проект, самый большой на сегодня в стране, инвестиционный проект, какой вклад могли бы внести самарские предприятия. И эта работа велась почти три месяца. Не исключая, что впоследствии могут и другие предприятия, которые будут подключаться со временем, нарабатывать будут вещи. Ямал-СПГ-2 дает реальный шанс предприятиям региона проявить себя в инновационной инженерной деятельности и обеспечит крупными долгосрочными заказами отечественных производителей. Общий объем инвестиций в добычу природного газа в Арктике – порядка 27 миллиардов долларов. Самарская область – один из крупных промышленных центров. Технологии, которые используются в ракеты и машиностроении, в новом проекте особенно актуальны. Действительно, промышленный регион, уникальный регион и у него серьезное будущее. А вот в таком альянсе с транснациональной компанией, какой является, ну вот так, конечно, здесь есть неисчерпаемые возможности сотрудничества. Для промышленных предприятий, особенно для тяжелого масштаба строения, очень важна прогнозированность и плановость работы. И здесь этот гигантский проект, он, конечно, нас просто восхищает, в общем, ожиданиями. И мы самым активным образом готовы к его включать. Эту готовность руководители пяти крупных предприятий региона подтвердили подписями под соглашениями. РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш», «Электрощит», «Кроноинжиниринг» и «Ладофлект» совместно с компанией «Новотек» будут реализовывать крупный проект, который позволит России занять лидирующие позиции в мире по производству сжиженного газа. Как отметил губернатор, такое взаимодействие позволит привлечь дополнительные инвестиции и станет гарантией успешного развития. Во-первых, это заказы реальные, которые будут, мы все абсолютно в этом уверены, это первое. Второе – это имидж, работать с такой крупнейшей компанией, которая реализует самые крупные сегодня проекты в стране. Это имидж наших предприятий, и можно дальше претендовать на другие проекты, в других отраслях. И, конечно, чем не больше будет наших предприятий, тем для нас будет лучше, для области, для людей. Уже сегодня на этот проект, предварительное соглашение, на этих предприятиях работают десятки тысяч людей. И мы рассчитываем на то, что мы эту работу будем и дальше продолжать, потому что проект имеет несколько чередей. От 10 до 20 процентов от общего объема работ выполнят именно самарские предприятия. Тем более, уже есть уникальный опыт при строительстве стратегически важных объектов. Пример – космодром «Восточный». Поэтому в том, что заказы все будут выполнены, никто не сомневается. Это в том числе вопрос импортозамещения. На основе проекта, к сожалению, делается проект, иностранные инженерные компании не знают нашего рынка. Они знают, вот это можно купить в Америке, это можно купить в Японии, и размещаются эти заказы. Сейчас мы хотим пойти другим путем, на этапе проектирования, мы подписали со всеми этими компаниями, они будут допущены к информации предпроектной и проектной. И чтобы, когда проектировались аппараты, электрические агрегаты, насосная группа, очень важно на прогрессе термоизоляция криогенная, закладывался проект именно российских производителей. И также сегодня было подписано еще одно соглашение между правительством области и «Новотек» о поддержке новокубышевской волейбольной команды. «Ново» получит статус областной и дополнительное финансирование. Виталий Портнов, Александр Каракулько. Новости губернии.